И в продолжении темы продовольственной безопасности. Сейчас в активной фазе осеннеполевые работы, уборка овощей, у каждой области своя специфика заготовки. Например, на западе страны активно частное земледение. В Гродненском регионе капусту, морковь, свеклу и картофель практически наравне с крупными хозяйствами выращивают и фермеры. Тренд этого года – экологически чистое земледелие. Какие культуры показывают лучшую урожайность в этом году, знает Надежда Сербиненко. Продолжается уборка овощей во всех регионах страны. И по некоторым позициям урожай обещает быть даже лучше, чем в прошлом году. Вот, например, показатели по картофелю уже превзошли 2018-й. Высокая урожайность и у сахарной свеклы. Несмотря на то, что уборка полей все еще продолжается, овощи нового урожая уже можно купить в магазинах, на рынках, а вскоре и на ярмарках. Наш белорусский. Наш белорусский, значит, в этих критических условиях без полива песок. Ну вот, пожалуйста. Глава фермерского хозяйства Генрих Мысливец гордится нынешним урожаем картофеля. Год в плане погоды был сложным. К тому же данное поле песчаное. Но, тем не менее, клубни получились отменные. Все дело в строгом соблюдении агрономических технологий. Плюс исключительно белорусские сорта картофеля, хорошо приспособленные к белорусским климатическим условиям. В итоге урожайность даже выше прошлогодней. Я сторонник того, чтобы покупать свое. Оно проверается, оно видно, в каких условиях растет. Вот даже наша картофель, она без гербицидов. Экологически чистое земледелие сегодня – тренд в сельском хозяйстве. Выращивать овощи без химии уже второй год пытается и Генрих Мысливец. Урожай ничуть не хуже, а вот востребованность на рынке повышается в разы. Капуста – гигант в лидерах продаж. В этом году схожесть хорошая. Даже без полива в наших условиях выросла такая капусточка. На полях еще свекла и морковь, а вот лук уже собран. Урожайность последнего порадовала. Часть заложили на хранение до весны, остальное – на продажу. Правда, просто выращивать овощи уже недостаточно. В фермерском хозяйстве наладили и переработку. Так увеличивается добавленная стоимость, а значит и прибыль. Морковочка очищена, картофель очищен, лук очищен, потому что некоторые не хотят чистить или так не хочется, или глаза болят. А уже купил сразу готовую продукцию, уже красиво. Хороший урожай – это возможность продать излишки на экспорт. В этом году фермер планирует значительно расширить географию поставок своей продукции. Я думаю, что цены неплохие и востребованность в этом году на Украину везут. В Польше нет, даже лука нет. Поэтому, наверное, год будет нормальный. Хороший урожай овощей в этом году и в агрокомбинате Ждановичи. Это один из крупнейших поставщиков овощей в столичные гипермаркеты. С полей почти полностью убрали картофель. Сейчас приступили к урожаю свеклы, моркови и яблок. На очереди – капуста. С июня на предприятии работает новая линия вакуумной упаковки. Очищенные овощи востребованы на кухнях-столовых, кафе и ресторанах. У нас есть линия товарной доработки, где мы отсортируем, моем овощную продукцию. Ну и потом расфасовываем свеклу, морковку, картофель. От 2,5 сетки до 30 килограмм. В целом по стране картофель убран на половине площадей. Урожайность уже на 10% больше прошлогоднего показателя. Параллельно продолжается уборка сахарной свеклы, капусты и лука. Аграрии уверены – план по заготовке овощей будет выполнен. Надежда Сербиненко, Юрий Корнелович, Наталья Кузьмитская. Агентствователи новостей.